Татьяна Арасланова Ну, вообще-то художник-педагог себя называют. Что поставить на первое место, не знаю. Были такие годы, когда моя педагогическая деятельность приносила мне такое огромное жизненное удовольствие. Настолько полноценно я чувствовала, ощущала свою жизнь, что мне казалось, надо это слово впереди ставить. То есть бывали моменты, когда эта профессия, являющаяся как бы основной, вызывала, наоборот, может быть, недовольство собой, какое-то раздражение, усталость. Хотелось уйти куда-то так, быть одному, наедине с белым листом бумаги, но хотелось так. И как определить сейчас? Сейчас даже затрудняюсь, наверное. Хотела стать архитектором. Не хватило одного балла при поступлении в Минске. На следующий год родители были очень настроены на то, чтобы я пошла в мединститут. Меня это совершенно не привлекало. Так что документы с тетушкой в Витебск, считайте, тайком завезли на худограф. И попала в очень хорошую, с хорошими традициями среду. Среду творческую. Среду, которую создавали прекрасные педагоги. Прекрасные. Я сейчас, отработав сама почти 40 лет педагогом, только сейчас поняла, какие хорошие учителя у меня были. Не только сейчас, вернее, поняла раньше. И, может быть, вот это, все вместе, и творческая среда, и прекрасные педагоги, как-то получилось так, что я, если бы сейчас выбирала, я бы пошла опять по этой дороге. У меня как-то нет ни особого восхищения, ни особого отрицания. Вот я не знаю, но для меня вот годы перемен, они как-то ощущались именно переменами. А вот сейчас как-то все выровнялось. То есть свои плюсы и минусы были там, и свои плюсы и минусы сейчас. Что меня не устраивало тогда? Ну, во-первых, не все знал, что тебя могло устраивать, а что не могло устраивать. Но из того, что знал, меня формализм не устраивал. Меня не устраивала, ну, какая-то сторона образовательной системы, скажем так. Меня не устраивала невозможность о чем-то говорить так, как ты думаешь. А это замкнутый круг. Если ты не можешь говорить того, о чем ты думаешь, то ты перестаешь думать, в общем-то, в каком-то направлении. В нынешних временах очень много хорошего. Ну, вы знаете, что, во-первых, для меня, может быть, потому что я стала старше, для меня как-то вот нынешние времена оформились в возможности более свободного жизненного выбора. Выбора во всем. Во всем. Вы знаете, начиная от чисто бытовых вещей, кончая до возможности выбора общения, с кем бы я хотела общаться. Я могу сама это решить и могу это сделать спокойно и свободно. Акварель – это, вы знаете, что? Это в какой-то степени сплав графики и живописи. Причем живописи очень сложные. Очень сложные. В технологическом отношении это такой вид живописи, который и сама технология материала акварели, и техника исполнения. Они настолько разнообразны, они настолько разнообразны, они дают такие великолепные результаты. Такая роскошь, это такое многообразие. Это не может быть ни блеклым, ни ярким, вернее, оно может быть любым, но в любом виде это очень высокотехничный материал. Собрать целое из кусочков. А вначале это желание выразилось в акварели. Вот мне захотелось вдруг акварелью поработать в технике мозаики, такой мозаичной живописи. Вот, понимаете, когда общий цвет изображения составляется из мельчайших кусочков разного цвета. Это было какое-то опьянение коллажем. То есть это вот пошла целая серия работ, и это длилось, наверное, года два. Я просто не могла оторваться. Но, честно говоря, сейчас иногда какие-то маленькие вещи такого сувенирного характера сделаю. Редко, правда. Но тогда хотелось вот именно больших форматов, больших работ, и вот именно в такой технике. Я даже не знаю, но у меня почему-то, мне казалось, может быть, это бабушкины рассказы о том, что у каждого есть свой ангел-хранитель. Мне почему-то по жизни казалось, что вот жизнь человека так разнообразна, многообразна, столько в ней всего. Мне казалось, вот один ангел, он прямо вот как-то, ну не может же он успеть, он должен, как же он может и там, и там, и там помочь, и там оберегать. И мне казалось, что вот в жизни у человека, наверное, несколько ангелов. Ну, это я сама себе нафантазировала, что у меня их много, что они мне помогают, что они меня оберегают, что они мне... Но они где-то есть. Я не всегда хотела, чтобы это был имен ангел. Я задумывала, может быть, какой-то образ, причём образ такой обобщённый какой-то, связанный, может быть, с целыми жизненными какими-то понятиями или с какими-то моментами мировоззрения. Я начинала делать работу, и вот сами собой просились крылья. То есть вот получался такой образ, который должен был стать над землёй, надо мной, над обыденностью. Просились крылья. Я не знаю, почему они так хорошо компоновались. Вот если брать 19 век, это врубель. Почему? Очень тонкий нерв в работах. Очень, очень такая сложная, очень близкая мне такая мозаичная живопись. Очень нежность какая-то большая. Не знаю, всё вместе так, так трогательно всё. Вы знаете, вот очень часто приходится читать и слышать о том, что очень трудно, когда в семье оба одной профессии. У нас никогда это, у нас не было этого, у нас, по-моему, всё наоборот. Мы студенческая семья, поженились на третьем курсе. И вы знаете, вот может быть, вот эта студенческая обстановка, когда складывалась семья, вот это чувство взаимовыручки, чувство локтя, оно прошло вот уже 45 лет, мы вместе. И я не знаю, мне кажется, это удачно было, это легко. Это мы взаимозаменяемы в работе. В творчестве это трудно. Это трудно, потому что мы очень разные. Мы разные по эмоциям, по характеру, по своим пристрастиям. И всякое бывало по первости. Друг у друга кисточку с рук хватали, кричали, ты не так делаешь. Ну а всё пришло в итоге к тому, что мы друг у друга первые критики, первые советчики. Мы научились терпению. Вот как-то странно. Пока работаешь, пока ты социально, как говорится, необходим, эти вопросы чаще всего в голову не приходят. Боже мой, что я только не думала, когда я работала. Я, например, для себя вывела такую теорию, что педагогам больше 15 лет работать нельзя. Потом это уже диагноз. Это уже авторитарный стиль вырабатывается в семье, в жизни. Ещё где-то. Вообще не понимаете. Это как бы... Сам понимаешь, что это не очень хорошо, от этого избавиться не можешь. Но когда я оставила работу, мне её очень не хватало. И несколько такие депрессивные настроения присутствовали. Да, я не скрываю. Я ушла в творчество. Но годы идут. Здоровье, скажем так, не прибавляется. Уже где-то и работать творчески становится труднее. Ввиду ухудшающегося зрения. И я просто всё время ищу приложение себе и своим силам. Дать им жить. Не приставать к ним. Дать им жить. Это мы были такие. Это было наше время. Это мы так жили. Это мы так хотели. Мы хотели вот что-то из них сделать. Но я думаю, что надо просто дать им жить. Если можно уберечь от плохого, дурного и злого. А всё остальное... Я не понимала, как в семье воспитывать детей. Я не знаю. Они просто выросли сами. Но они росли вместе с нами. Мы работали, жили. Все делились в семье своими делами. У меня прекрасные дети. Я ими очень довольна. Я горжусь детьми. Я горжусь внуками. Ой, правда, иногда на них шумлю. Но не без этого же. Во-первых, оно везде. В любой профессии. Если человеку хочется сделать чуть больше, чем он должен, это уже творчество. Вот, вы знаете, я глубоко в этом убеждена. Ну, вот мы все работаем. У нас у каждого своя работа. У нас у каждого своя зарплата. Но я всегда говорила, что если человек делает... Вот взять капюру. От этого края рубля до этого края рубля. То очень редко бывает, что здесь получится творчество. Если человеку хочется на своем рабочем месте, в жизни, в семье, что-то сделать лучшее, что-то о чем-то подумать, что-то притворить, я не знаю даже, куда-то всех вывести или свозить, или кому-то что-то показать, или доказать, или что-то для себя сделать, для кого-то сделать. Для кого-то, может быть, еще и лучше, чем для себя. Это творчество. Вы, интересно, спросили, на что не хватает денег. Ну, например, когда-то раньше, если я получала зарплату где-то 90-120, и если перед зарплатой у меня было в кошельке еще 5 рублей, и я могла, идя домой, купить детям первый огурец, го, я считала, что очень богатая женщина. Теперь мне особо ничего не хочется, тоже ничего и не нужно. Но деньги-то, конечно, нужны. Деньги нужны на здоровье, деньги нужны на материалы, деньги нужны на какую-то более-менее приличную жизнь. Да, их маловато сейчас, но ничего, жить можно. Моя мечта, чтобы были все здоровы, чтобы прожили как можно дольше. Вот какой-то такой вот мечты, ну, я не знаю. Я, наверное, без мечты живу. Я очень хочу, чтобы было все хорошо у детей и внуков. А, да, я мечтаю. Я мечтаю. Я мечтаю, что когда я уйду, чтобы я могла хоть иногда возвращаться и посмотреть на них. Я бы очень хотела обладать способностью, ну, я не знаю, какого-то сверхъестественного целительства. Мне так жаль людей, которым трудно приходится жить. Я имею в виду физически, вот. И я бы хотела обладать такой способностью, которая бы могла отключать в людях хамство и тупость. Ну, с остальным, наверное, как-то можно более-менее справляться. Нужно не мешать людям жить. Не только детям. Вообще людям не надо мешать жить. Я не знаю. Понимаете, я не политик, я не экономист. Но я считаю, что люди знают, как им надо жить. В своей большой массе. Я не беру тех, кто приступает какие-то законы, моральные заповеди. Там есть такое слово в белорусском языке. Не люди. А вот люди в своей массе, они знают, как надо работать, как надо расти детей, как надо жить. Им не надо мешать. И у наших внуков будет все хорошо. Будьте терпимы. Ко всему и друг другу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!